Евросоюз взялся строить цифровую экономику, но у него для этого не хватает специалистов. Подсчитано, что к 2020 году останутся незаполненными 500 тысяч вакансий в сферах применения информационных и коммуникационных технологий. Для подготовки недостающих кадров Еврокомиссар по образованию предложил объединить усилия профильных ведомств и частных фирм разных стран. В следующем году мы запустим коалицию науки, технологий, инженеринга и математики, сокращенно STEM, в которую войдут заинтересованные национальные власти, а также учебные заведения, сказал Тибур Новорачич. Мы работаем с государствами-членами ЕС с целью заложить основы более тесного сотрудничества в STEM-образовании. Способствовать внедрению электроники в ЕС призвана и армия любителей, участвующих в так называемом движении производителей. Оно возникло с появлением трехмерных принтеров, на которых энтузиасты пытаются изготовлять нужные им вещи. В Брюсселе в конце июня временно создали город-производителей, где им позволяли экспериментировать в частности с робототехникой. Но прежде всего эта инициатива призвана увеличить интерес европейской молодежи к компьютерам и программам для них, чтобы увлечение современными гаджетами становилось общественно полезной профессией.